в начале июня мы начнем очный тренинг и систему вебинаров которую я назвал искусство мыслить и как и для всякого человека мне очень важно сформулировать начало те самые начала на которых базировалось древнейших времен искусство человеческого мышления современные психологи приписывают себе один за другим эти принципы но на самом деле возникли они в глубокой древности и первый принцип о котором я хочу поговорить первый и может быть самый главный принцип жизни это принцип того как же все-таки выделить себя самого из потока событий как определить свои собственные желания и устремления как научиться быть а не хотеть как научиться оставаться целостным несмотря на то что жизнь раздирает тебя на мелкие кусочки первый а может быть самый главный принцип о котором я хочу сказать этот принцип живи настоящим или принцип сосредоточения на настоящем моменте нам этот принцип хорошо известен в конечном итоге в современном мире он принял форму живи одним днем но в действительности это вовсе не так мы с вами сегодня склонны к детерминизму то есть склонны разыскивать целые комплексы потоки причин из-за которых с нами случаются те или иные события мы с вами пытаемся определить свой собственный характер или поступки через наследственность да как король у шварца который обвинял покойную бабушку в склонности к собственной подлости как бы мы чувствуем себя зависимыми вот государство от бюджета от президента в конце концов даже в религии мы сегодня ищем зависимость не правда ли как бы мы обвиняем бога за то что с нами происходит вырваться из потока причин и следствий и научиться чувствовать себя позволяет принцип сосредоточения на настоящем моменте сформулировали его впервые в четвертом веке до нашей эры философы стойки и проигрывают его снова и снова снова и снова в современных учениях и идеях до бесконечности но на самом деле сосредоточение на настоящем моменте это способ выбраться из потока событий а вовсе не забыть их вовсе не избавиться от ответственности как сейчас об этом часто пытаются говорить настоящий момент это неуловимый миг времени но зато это единственный миг времени который мы можем управлять наша жизнь состоит из потока это поток воспоминаний и ожиданий мы вспоминаем чаще всего о своих ошибках о том что мы совершили какие-то поступки или наоборот не совершили их и бесконечно ожидаем мы ожидаем чего-то от близких людей которые нас окружают от любимых мы ожидаем по-разному или преданности или подлости воспоминания направлены в прошлое ожидания в будущее и мы никак не можем остаться тут в настоящем времени от тебя везде и всегда зависит и благочестиво принимать как благо то что сейчас с тобой происходит и справедливо относиться к тем людям что сейчас с тобой и общаться по правилам искусства с теми представлениями которые у тебя сейчас для того чтобы не вкралась что-нибудь непостигательное это марк аврелий это слова сказаны много позже азеном китийский основатель стоицизма говорил что внимание к настоящему это и есть твой главный секрет она освобождает от страстей которые всегда возникают из-за прошлого или устремлены в будущее концентрация на настоящем это способ бдительности мы концентрируемся на крошечном ускользающим настоящем моменте которым всегда можем овладеть всегда совладать с ним всегда его пережить просто ввиду его малости концентрация на настоящем облегчает переживания потому что уводит из прошлого и будущего когда мы просто оглядываемся и пытаемся понять что мы есть здесь и сейчас чего мы хотим к чему стремимся концентрация на настоящем это собственно говоря и есть мышление мы в данный момент должны размышлять о том к чему что есть у нас в жизни и чего в жизни нам не хватает именно сейчас в настоящем мы должны обозначить принципы направляющие и вдохновляющие наши действия мы можем исследовать себя сейчас утром а потом исследовать себя сейчас вечером для того чтобы осознать совершенные ошибки и достижения и все это будет концентрации на настоящем потому что в любом случае те ошибки которые мы совершили они уже совершены и их не исправить их надо только осознать а те ожидания которые мы направляем по отношению к вещам людям еще не состоялись и мы можем сейчас здесь и сейчас проверить себя насколько мы насколько наши ожидания справедливы потому что сейчас вот этим самым моментом мы владеем полностью завтра наступит будущее которым мы не владеем но это сейчас позволяет нам подготовить себя к будущему к первой и самой главной дихотомии в человеческой жизни к вопросу о том насколько справедливы наши ожидания можем ли мы ждать от другого человека который настолько же противоречив насколько и мы сами преданности или предательства здесь и сейчас мы можем попробовать понять другого человека как самого себя а в потоке событий мы не можем этого сделать так ли плохо то что совершилось с нами то что свершилось с нами в прошлом в наших воспоминаниях быть может то что то что случилось привело к каким-то вещам которые сегодня здесь и сейчас могут подарить нам радость мысль дана человеку для оценки событий для согласия с прошлым и снижением тревоги за будущее просто нужно всегда утром и вечером помнить об этом в настоящем времени ускользающий малом в котором мы можем быть можем существовать с которым мы можем совладать для эпохи классического эллинизма это было очень важно можно сказать это было секретом философии я принадлежу к числю людей которые думают что философия для древних греков была чем-то вроде практической психологии для современного человека философия была любовью к мудрости системой духовных упражнений которые в эпоху эллинизма превратились как может быть отчасти они превращаются сейчас в подлинную глубинную религию древних греков жить по-настоящему быть это значит быть мудрым а быть мудрым это и есть искусство мыслить ежедневно размышляя отсекать от себя свои ненужные реакции на уже прошедшее прошлое и ненужные ожидания от будущего просто этому надо посвятить время и конкретно мы будем учиться это делать научном тренинге искусство мыслить следите за нашими объявлениями на сайте серебряные нити о Продолжение следует...